Друзья, всем привет! У меня на обзоре два RGB осветительных прибора, RGB трубки от компании Sunwell. Это ST25, расшифровывается как Sensei Tube, и MT1, расшифровывается как Magic Tube. Давайте взглянем на них поподробнее. Прежде чем начать, я бы хотел поблагодарить компанию Sunwell за предоставленные приборы и компанию TWS Service, являющуюся официальным дистрибьютором профессионального теле- и кинооборудования на территории Украины, за содействие в создании данного обзора. Оба прибора уже сложно назвать бюджетными в своем классе, особенно это касается прибора ST25. Более подробно с ценами вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам, которые я оставлю в описании под видео. В комплектацию к прибору ST25 входит кофр для переноски, блок питания для зарядки на 33,6 Вольт, 2 Ампера, зажим для крепления прибора, само крепление с шаровой головкой, прибор. В нем находится съемный аккумулятор и инструкция на нескольких языках, но, к сожалению, русского нет. Что входит в комплектацию MT1. Жесткий кейс для переноски. Страховочный ремешок. Адаптер для соединения нескольких приборов. USB-C кабель для зарядки. Мини-штатив. Сам прибор. И также инструкция на нескольких языках, также без русского. Оба осветительных прибора отличаются хорошим качеством сборки. MT1 – компактный, достаточно легкий портативный светильник. Корпус выполнен из авиационного алюминиевого сплава. С лицевой стороны матовый пластик, выполняющий роль диффузора. Поддерживается влагозащита класса IP68, то есть водонепроницаемость до глубины 10 метров. ST25 – мощный, достаточно увесистый функциональный прибор. Здесь влагозащита класса уже IP65, то есть под водой поснимать не получится, но на открытом воздухе можно работать, не боясь осадков. Максимальная выходная мощность светильника MT1 составляет 10 Вт. У ST25 эта мощность в соответствии с названием составляет 25 Вт. Помимо ST25, СНВ выпускает приборы ST50 и ST100, где, соответственно, будет мощность 50 и 100 Вт. С обоих торцов у MT1 расположены вентиляционные водонепроницаемые отверстия, а также отверстия на четверть дюйма, с помощью которых прибор можно установить, например, на стойку или закрепить мини-штатив, который идет в комплекте. А также в комплекте идет маленький адаптер, с помощью которого вы можете скрепить между собой два прибора. ST25 прибор более увесистый, поэтому для его крепления используется удобный зажимной механизм. Отличительной особенностью приборов серии Sensei Tube является возможность беспроводного либо проводного управления в режиме Master Slave, ведущей ведомой, по протоколу Digital Multiplex или DMX. Для беспроводного управления используется Wi-Fi-соединение, которое настраивается через меню приборов. Для проводного управления несколько приборов соединяются последовательно. Для этого задействуются два DMX-разъема, расположенные с одной из торцевых сторон прибора. Один разъем входной, второй выходной. При этом один осветитель должен работать в режиме ведущего, а остальные в режиме ведомых. Режимы настраиваются также через меню в приборе. Помимо вентиляционных отверстий и отверстий на четверть дюйма, с одной из торцевых сторон у MT1 расположен USB-разъем, который спрятан под резиновой заглушкой для водонепроницаемости. Прибор поддерживает технологию Quick Charge 3.0 и работает во время зарядки. Емкость встроенного литий-ионного аккумулятора составляет 7650 мАч. Время работы на одном заряде в режиме CCT 5600 Кельвинов при полной мощности составляет 2 часа 25 минут. Время зарядки от зарядного устройства с технологией Quick Charge 3.0 составляет 3 часа 40 минут. Если заряжать от обычного блока питания, например, 1 А, то время зарядки увеличится вдвое. Что же до ST25, то он может питаться как от сети благодаря комплектному блоку питания, так и от сменного аккумулятора STB100 емкостью 3350 мАч. Время работы на одном заряде такого аккумулятора составляет 3 часа 50 минут при тех же условиях. Режим CCT 5600 Кельвинов, 100% мощность. Время заряда этого аккумулятора составляет 1 час 40 минут. Стоит отметить, что во время питания ST25 от сети зарядка аккумулятора, размещенного внутри прибора, не производится. Чтобы зарядить аккумулятор, его нужно вынуть из прибора и подключить к тому же блоку питания. Безусловно, это не очень удобно. Так же неудобно, как и сам процесс вытаскивания аккумулятора из прибора. По всей плоскости задней стенки у МТ-1 расположен магнитный модуль. Магнит хороший, прибор надежно крепится к металлической поверхности. Естественно, у ST25, учитывая его габариты и вес, магнитов нет вообще. Органы управления у осветительных приборов идентичны. Четырехкнопочное управление, среди которых кнопка включения, которую нужно зажать для включения и выключения прибора, кнопка Mode для переключения между настройками и две кнопки для изменения самой настройки либо режима. При этом оба светильника имеют встроенные LCD-дисплеи, которые более того снабжены функцией автоматического переворота, когда вы переворачиваете сам прибор. Однако данная функция в промежуточно-пограничных состояниях бывает срабатывает не совсем своевременно и появляется желание ее отключить совсем. Благо, это можно сделать в настройках у прибора. Разберемся с режимами работы. И MT1, и ST25 имеют несколько общих режимов управления цветом. Прежде всего, стандартный режим CCT с диапазоном от 2600 до 6000 кельдонов в обоих случаях и впечатляющей цветопередачей. Это стандартный режим изменения цветовой температуры. Доступны изменения яркости. При этом есть возможность регулировать оттенок грин. Помимо режима CCT, есть расширенный режим CCT-S с диапазоном от 1600 до 20000 кельвинов. В этом случае уже используются цветные светодиоды. Однако, по данным из других источников, реальных 20000 кельвинов в этом режиме не достигается, а только примерно до 16000. И точность цветопередачи здесь уже не такая высокая. В этом режиме регулировать оттенок грин уже не получится. Режим HSI. В данном режиме доступен выбор любого цветового оттенка по шкале от 0 до 360 градусов. Доступны изменения насыщенности выбранного цвета и его интенсивности, то есть яркости. Режим RGBW. В этом режиме доступен выбор уровня цвета от 0 до 255. Для таких цветов, как красный, зеленый, синий и желтый. Таким образом мы можем их смешивать вручную. Популярный режим сцен, в котором доступно до 20 эффектов. А также доступны изменения их яркости и скорости. Режим пользовательских пресетов Memory. Для сохранения настроек необходимо произвести короткое нажатие на кнопку питания. Сохраняются настройки последовательно. Доступно до 4 пресетов. На этом общие режимы у данных приборов заканчиваются. Следующие режимы – это преимущество прибора ST25. А именно режим имитации гелевых фильтров Li. Режим XY. Режим предустановленных цветов – Set C. Среди которых фиолетовый, синий, индиго, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Цветовая температура 5600 кельвинов и цветовая температура 3200 кельвинов. И, конечно же, настройки для управления по протоколу DMX. Оба прибора должны поддерживать дистанционное управление с помощью мобильного приложения. Для MT1 – это приложение Lightpiece, для ST25 – это приложение Sensei Link. Приложение есть как для мобильных устройств на операционной системе iOS, так и для Android. Естественно, что iOS вы можете скачать с App Store, а для Android вам придется скачать приложение с официального сайта. Все ссылочки вы найдете в описании под видео. Тем не менее, я столкнулся с одной проблемой. Приложение Sensei Link для ST25 для подключения требует наличия Bluetooth. Однако в самом приборе Bluetooth'а нет. Там есть только Wi-Fi-модуль, поэтому мне так и не получилось подключить данный прибор к мобильному приложению. Рассмотрим приложение Lightpiece для прибора MT1. В целом оно дублирует все возможности и режимы, которые мы можем управлять непосредственно самого осветительного прибора, делая их немного удобнее за счет преимущества сенсорного экрана. Также хотелось бы отметить, что в мобильном приложении появляются такие дополнительные режимы, как симуляция гелевых фильтров Li, симуляция гелевых фильтров Rosk. Помимо этого, с помощью фотокамеры на мобильном устройстве мы можем задать какой-то конкретный свет из окружающей обстановки для RGB-светильника. Более того, с помощью мобильного приложения мы можем создавать и управлять целыми группами осветительных приборов Sunwell. Что ж, пришло время перейти к тестам. По заявлению производителей, для обоих приборов индекс цветопередачи CRI составляет 96+. Тест освещенности для прибора MT1 показал, что при световой температуре 5600 кельвинов и на расстоянии 0,5 метра он выдаст 810 люкс, а на расстоянии 1 метр уже 260 люкс. Для прибора ST25 при тех же условиях данные значения были уже следующие. На расстоянии 0,5 метра 1880 люкс, а на расстоянии 1 метр 580 люкс. Magic Tube и Sensei Tube отлично подойдут для заполнения комнаты в режиме RGB, а также в качестве фонового освещения, моделирующего освещения в портретной съемке, в предметной съемке. В заключение хотелось бы выделить плюсы и минусы данных устройств. Начнем с положительных моментов. И прежде всего я хотел бы выделить отличное качество сборки, как ST25, так и MT1. Также не менее значимо качество цветопередачи. Напомню, что по заявлению производителя индекс цветопередачи для обоих приборов составляет 96+. Также я наблюдал довольно плавные переходы между цветами в различных режимах. Хорошая комплектация в обоих случаях. Особенно порадовало наличие кейсов, как с одним прибором, так и с другим. Удобное и многофункциональное приложение для MT1. Влагоустойчивость и водонепроницаемость. Многообразие режимов. Возможность управления по протоколу DMX у ST25. Возможность поворота экрана при перевороте самого прибора. Правда, тут есть некоторые нюансы. Что же касается отрицательных моментов, то прежде всего хотелось бы отметить момент с зарядкой у ST25, когда при питании от сети у нас не заряжается сменный аккумулятор. Непонятная ситуация с мобильным приложением все у того же ST25. Ну и, конечно же, цена приборов. Все-таки их уже сложно отнести к бюджетным. Это касается и MT1, и ST25, которые стоят уже совсем других денег. Но хочу отметить, что их качество, их возможности вполне оправдывают свою цену. А у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на другие соцсети, ссылки на которые вы сможете найти в описании под видео. А также сейчас на экране. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok